Севастопольцы строительство общепита перед обелиском штык и парус восприняли в штыки. Дом из стекла и бетона вырос буквально за несколько месяцев. По высоте, конечно, соревноваться с монументом сложно. Это один из самых грандиозных обелисков не только в Севастополе, но и в других городах Героя Бывшего Союза. Но со смотровой теперь можно любоваться только видами на самострой. Пришла со своей подругой, которая приехала издалека, с Украины. Хотела показать ей наши памятные, красивые места. Эти здания, конечно, очень мешают. Все ругаются, не только я, потому что они закрывают весь красивый вид. Это при том, что разрешение на работы городской департамент архитектуры не выдавал. Но больше свысока смотреть на возмущение других владельцев участка не получится. На этой неделе ему выпишут предписание снести здание самостоятельно. Если объект капитального средства, мы в суд должны пойти, да? Через комиссию. То есть мы сейчас должны выдать уведомление, предписание об устранении нарушения, если человек этого не делает? Мы идем в суд, через суд. Что им стоит нестационарный торговый объект построить, узнают и владельцы 11 незаконных ларьков, которые в мгновенье выросли на Столетовском проспекте в декабре и которые уже сдали в аренду. На месте продавцов не оказалось, но нам удалось выйти с ними на связь. Имели ли вы какие-то претензии уже к человеку, у которого вы снимаете помещение? Ну, мы когда об этом узнали, мы приняли ему претензии. И за этим занимается мой муж, поэтому я не в курсе. Моё дело только цветы. Предпринимателей штрафовали уже трижды и продолжают выписывать им штрафы каждый день. Глава города Михаил Развожаев призвал наказывать за несанкционированную деятельность по всей строгости закона. Люди почему-то считают, что можно начать это делать, а потом, соответственно, каким-то образом узаконить все эти свои, так сказать, инициативы. Значит, давайте реагировать быстро и, соответственно, по всей строгости закона. Чтобы как-то сложилась уже практика, что надо вначале прийти, по закону все оформить, а потом дальше уже какие-то там осуществлять действия, ставить ларьки, строить пристройки и так далее. Специальная комиссия вынесла вердикт. Все конструкции нужно демонтировать. Собственнику дали 10 дней на то, чтобы сделать это своими силами. Александра Ковалева, Екатерина Брега, Сергей Котляренко. Новости Севастополя.